Перед началом ролика хочу сказать, как только число подписчиков будет больше 1000, мы проведем небольшой розыгрыш нескольких СТ дисков в разных объемах. Так что подписывайся на канал, чтобы оставаться в курсе сверх новостей. Всем привет, сегодня установим на Mac Mini Linux. Все мы знаем, что можно установить две системы рядом, но мы сегодня будем устанавливать не в качестве дополнительной системы, а в качестве основной. И единственное, давайте приступать. В качестве дистрибутива Linux возьмем Linux Mint. Переходим на официальный сайт. Нажимаем кнопку скачать. Выбираем окружение рабочего стола. Я выберу матэ. Нажимаем скачать через торрент клиент. Я буду пользоваться Qubit торрентом. Скачиваем образ системы. Дождемся пока образ системы скачается. Запускаем Rufus от имени администратора. Выбираем нашу флешку. Выбираем образ системы, который мы скачали. Нажимаем открыть. Другие параметры трогать не будем. Нажимаем старт. И записать в рекомендуемом режиме. Все файлы на вашей флешке будут удалены. Обратите на это внимание. Запись на флешку практически завершена. Закрываем Rufus и подключаем нашу флешку к Mac Mini. Зажмите клавишу Option или Alt во время запуска устройства, чтобы выбрать загрузку с нашей флешки. Видим нашу флешку. EFI Boot. Выбираем ее и нажимаем Enter. Видим окно установки. Выбираем Start Linux Mint. В данном видео мы проверяем возможность установки единственной операционной системы на технику Apple. И не будем разбирать все возможности установщика Linux Mint. Видим, что операционная система загрузилась в режиме Live CD. Мы здесь можем производить простейшие действия, перемещать файлы, создавать документы, проверять наши флешки или что-то подобное. Но мы с вами идем дальше. Выбираем Install Linux Mint. Выбираем язык операционной системы. И нажимаем продолжить. Выбираем раскладки клавиатуры. И нажимаем продолжить. Поставлю галочку установить мультимедиа кодеки во время установки. Нажимаем продолжить. Да, и опять я буду стирать диск в автоматическом режиме, выбирать стирить диск и установить Linux Mint. На канале будет отдельное видео, как разбивать диск и устанавливать операционные системы рядом. И выбирать различные типы установок. В данном пункте выбираем продолжить. Выбираем часовой пояс. Я напишу свой город. И нажимаем клавишу продолжить. Здесь вводим имя, имя компьютера и пароль. Нажимаем клавишу продолжить. И запустилась установка Linux Mint. Установка завершена. Нажимаем клавишу перезагрузить. И убираем наш флеш-накопитель из компьютера. Во время запуска компьютера видим логотип Apple. Который меняется на логотип Linux Mint. Производится запуск операционной системы. Вводим пароль, который использовали при установке. При запуске системы мы видим приветственное окно. Нажимаем начнем. Здесь мы можем менять темы, фон и шрифты. Выбираем по своему желанию. Также давайте запустим менеджер драйверов, чтобы установить последние версии. Подключаем интернет. Проводной или через Wi-Fi. Я подключу проводной интернет. Wi-Fi соединение на этой системе также работает, но проводной интернет будет намного быстрее. Также доступна новая версия менеджера обновлений. Давайте применим обновления. Вводим пароль от системы. Видим, что доступны различные обновления для разных компонентов системы. Давайте их все установим, чтобы система работала полностью корректно. Как я ранее говорил, все беспроводные протоколы, такие как Bluetooth и Wi-Fi, работают корректно. Давайте подключим беспроводные наушники. Видим, что мы их без проблем обнаружили и смогли подключить. Также давайте запустим браузер, посмотрим, как работает интернет-соединение. Без проблем можем загрузить YouTube, посмотреть любимые ролики. И обязательно подписаться на канал, чтобы оставаться в курсе свежих новостей. В системе присутствуют основные программы для работы с графикой, офис-приложениями. Если каких-то программ не хватает, то всегда можем использоваться магазином приложений. Здесь он работает корректно. Система работает стабильно и все компоненты ее функционируют. Всем спасибо, кто досмотрел ролик до конца. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok